Доброе утро всем вам! Меня зовут Юлиан Макаров. Сегодня в главной роли непредсказуемая, неожиданная, яркая, любимая многими зрителями актриса Инга Аболдина. Здравствуйте, доброе утро! Ну, наконец-то я заставил вас улыбнуться. Да. А теперь, может быть, даже и расхохотаться. Ой, да, чуть позже. Хорошо. Вот, это даже пахнет. У вас есть сегодня театр с приставкой «Дом». Если... Ну, я знаю ответ, но хотелось бы вам, чтобы он появился. Или нынешний статус-кво вас устраивает? Театр «Дом» — это театр, где тебе хорошо. У меня есть такой театр, это театр «Апарте», московский театр. Московский драматический театр «Апарте». Это театр, где, в принципе, свобода воли и изъявления, свобода творчества во всем. Вот это я люблю очень. И это у меня есть, слава Богу. И с которым вас связывает, можем уже сказать, долгая, греющая душу, греющая воспоминаниями история. Правильно? Правильно, греющая, да. Давайте напомним нашим зрителям, не все знакомы с этой историей, с чего все начиналось именно в этом театре. В театре «Апарте». В театре «Апарте» все начиналось с того, что у нас появился спектакль. Такая была актерская команда, во главе которой был режиссер Гарльд Стрелков. Вот, и Гарик сделал несколько спектаклей с, там, пять человек. Нас было, наверное, с пятью человеками. И, в принципе, мы были достаточно бездомные. То есть мы сначала играли в «Доме актера», и нас там очень приютили. Вот, но как таково... Спектакль назывался «Сахалинская...» Спектакль назывался «Сахалинская жена». Вот началось все с этого. Извините, что я подсказываю. Да, пожалуйста. Это хорошо, что вы знаете. Вот. А потом мы пришли со своими спектаклями в театр «Апарте» к Ивана Афанасьевича Сигурских и к худруку Андрею Любимову. Они посмотрели нас, мы посмотрели их спектакли, мы поговорили. И у меня очень был смешной вопрос. Я говорю, а что вам от нас надо? Ну, потому что просто так же не берут в театр. Они говорят, да ничего не надо. Делайте свое дело, честно и хорошо. Нам нравится ваш спектакль. Они говорят, это понятно, а что надо? Ничего. И так, на самом деле, и оказалось, вот сколько лет мы уже вместе. Кроме творчества и взаимного какого-то дорогого общения, ничего не надо. И вот это самое приятное в театре. Такое бывает редко. В театрах-олигархах такого не встретишь. Там все время что-то нужно от артистов? Нет, там все время что-то нужно вышестоящим органам. А тут нет вышестоящих. Есть как бы одна команда актеров, администрация, дирекция. Это действительно команда, компания, людей хороших. Вот так. Я без уронии сейчас спрашиваю. И сколько такая любовь, альтруистично-театральная, уже длится? Ну, она как любовь. Любая любовь подразумевает какие-то конфликты, разрешения их. Просто они творческие. Творческая любовь сколько длится? Тоже давно, уже больше семи лет на месте. О-о-о. Да. Ощущения перед спектаклем. Меняется ли у вас с годами? Ну, вот такая малисипупенькая девчонка готовилась сделать что-то для родителей, чтобы им было приятно, чтобы они удивились, и чтобы самой, может быть, удивиться, и чтобы какой-то мир такой яркий возник. И вот сейчас, когда вы играете спектакль в театре практик под названием «Парикмахерша», изменяется ли что-то в моменте психофизическом, какие-то процессы, они схожи? С ощущениями девочки, которая приехала. Но я играю не только спектакль «Парикмахерша» в практике. Но это одна из последних премьер, правильно? Это точно, да. Это одна из последних премьер. Ну да, это вопрос очень хороший, потому что действительно уходит какое-то хулиганство немножечко. Хулиганство, оно уходит. Ты стараешься просто его не забывать и всё равно получать такой азарт. На самом деле большое богатство в этой профессии – это люди, потому что ты встречаешься с невероятным количеством людей, творческих, очень интересных. И поэтому я думаю, что вот этот азарт, хулиганство, баловство в хорошем смысле, оно остаётся благодаря каким-то новым лицам, которые ты встречаешь. Они встречаются, и ты для них как бы вновь, всё вновь происходит. Вот. Но, а в принципе, конечно, когда я делала это, так скажем, на любительском уровне, да, и когда мне хотелось, чтобы меня просто кто-то похвалил там из пятого ряда, это было одно. А тогда, когда это становится твоей профессией, возникает какая-то ответственность, которой, по идее, ты не очень рад. Это бы не очень хорошо было для профессии. Лучше хулиганить, зорничать. Да даже драматические куски, когда возникают у тебя в роли, всё равно к этому не нужно относиться вот как-то глобально. А это же ведь очень тяжело, потому что сразу возникает ответственность, ну и масса взрослых вещей таких, взрослых качеств, которые в этой профессии совсем не нужны. Ну вот такая дилемма существует немножечко. Но хотя я по-прежнему люблю эту профессию, считаю её, наверное, самой прекрасной, потому что это такой постоянный диалог с людьми, которые приходят вновь и вновь в зал. Вот. И тебе можно говорить о каких-то своих болях, бедах, победах, советоваться с ними, получать ответ согласия или, наоборот, противостояния. Это очень интересно. А если уж совсем накипело, кому можно броситься в жилетку? Петру Наумовичу Фоменко, вашему учителю драгоценному? Или у него нет времени на это? Нет, у меня, к сожалению, нет времени просто приходить. А если я прихожу, то уж, ну, что же сразу один раз прийти и плакаться? Нет, мы обычно с ним так радостно встречаемся. Плакаться нет, не к нему. Плакаться, это, скорее всего, дома, самые близкие. А к подружке из театра «Бабы» в Челябинске? Подружка из театра «Бабы», да. У меня замечательная подружка Елена Калужских в Челябинске, которая организовала театр «Бабы». У меня потрясающие подружки здесь в Москве. Такая актриса Инна Пешкова. У меня есть хореограф Елена Коннова, которая так потрясающие танцы модерн делает, просто в стиле модерн. Такой балет Елены Коновой. У меня очень много творческих людей в друзьях, которым вот я могу рассказать о своих каких-то неудачах или, наоборот, бороться. Расскажите нам об одной своей неудаче. Ну, я так-то не припомню, чтобы вот, ну, чтобы меня расчехвостили в дым. Пока такого-то не было. А вот пусть критики хвалят, и это замечательно. И я всегда буду присоединяться к этому общему хору, потому что мне нравится то, что вы делаете. И слава богу, не мне одного. А ведь есть же еще Инга Петровна, собственно, персоной, которая сама себе говорит, ну да-да-да, давайте, хвалите. Но вот это место, друзья мои, вот, кстати, с Юрием Степановым, с замечательным, изумительным актером театра «Фоменко» я разговаривал какое-то время назад, сейчас это уже не секрет. И он мне, например, сказал, что у него пока Чебутыкин еще, ой, как, еще дорожка долгая, чтобы он получил. Но это было давно, сейчас уже все в порядке. Ну, вы знаете, вообще, на самом деле, если вот вам даже будут именитые актеры говорить о том, что все у них спокойно и все в порядке, это все неправда. Ну, я таких не знаю. Константин Аркадьевич Райкин, будучи уже Райкиным вот таким могучим, когда репетировал с Петром Новымовичем Фоменко, великолепный рогоносец, Так вот, жена Лена рассказывала, как он вечером просто вот в метаниях был, что не получается, что что-то не происходит. И насколько человеку уже, казалось бы, да, уже в регалиях, он все равно волнуется, переживает. Потому что это каждый раз все сначала. Ты каждый раз выходишь в диалог со зрителем. И им абсолютно наплевать на все твои заслуги прежние. Вот ты сейчас здесь перед ними, и вот, пожалуйста, найди общий язык. У вас ведь с Кромеленком тоже была какая-то хорошая очень история. У меня была с Кромеленком очень хорошая история. Она называлась «Холодно и горячо» или «Идея господина дома». Ставила это Елена Невежина, замечательный режиссер с нашего курса. Вот. Это был такой четырехчасовой спектакль с ремарками. Кромеленка плачет, рыдает, зарылась в подушке, хнычит, по щекам текут слезы. Говорю, Лена, я помру к первому концу первого акта. А он был в четырех, по-моему, актах. Вот. Но мы таки победили. И помимо слез, помимо слез, там был и юмор, и парадоксы какие-то. Вот. Так что это был замечательный спектакль, он мне очень нравился. И вот критики, между прочим, отмечали, что есть энное количество актеров, которые просыпаются после замечательных киноработ на следующее утро с знаменитыми. А вы проснулись, ну, по крайней мере, в Москве на то время, после двух дипломных спектаклей знаменитыми. Это, конечно, достаточно редкий случай. А после каких? А я вам напомню. После дома Елены Невежиной и после, естественно, сахалинской жены. Да, да. Это был какой-то ключик сахалинской жены. Вот Елена Гремина, это вообще женщина, женщина-руль в моей судьбе, я бы вот так сказала. Во-первых, у вас три спектакля, по-моему, с ней было. У нас было три спектакля, и она была в каких-то ключевых моментах в моей судьбе. Вот. И мы совсем недавно перед Новым годом созвонились, сказали, Лена, давай снова дружить, давай как-то вот возобновлять отношения. Мы как-то потерялись, просто забежались в разные стороны. А теперь вот хотим снова повстречаться, тем более будем соседями. Живем на одной станции метро. Ну, передавайте ей привет. Передам обязательно. Да, сахалинская жена, это был такой спектакль-ключ, после которого я очень многое, наверное, поняла в профессии. Так бывает, учишься, учишься, а потом вдруг раз, какой-то щелчок происходит, и ты вдруг понимаешь все то, что звучало в словах, для тебя становится осизовым. Вот сахалинская жена в этом мне помогла. Вот, дорогие зрители, если бы вы сейчас увидели Ингу в гриме той самой вот Марины, вы бы не поверили, что это Инга Оболдина. А можно сегодня говорить о том, что чем неузнаваемее, тем для вас притягательнее эта роль? Да, я люблю. Я вообще люблю. И вообще мне кажется, что это такой козырь профессии, быть очень разной. И чем вот дальше от себя шагаешь, тем, мне кажется, это интереснее. Но, скажем, в той же парикмахерской, в последней премьере, мне, наоборот, было интересно поработать в каких-то таких пастельных тонах, то есть совсем попытаться поговорить со зрителем, ну, можно сказать, от себя. Такого у меня тоже не было. Это тоже новый опыт, и спасибо практике за это. А как зовут этого драматурга? Его зовут Сергей Медведев. Сергей Медведев. Да, а поставил это Руслан Маликов. Маликов. И там такие монологи, девушки из провинции. Да там даже дело не в том, что это девушка из провинции. Там вообще очень такая история о любви и о женской любви, я бы сказала. А она таки очень отличается от мужской. Да? Нет? Вы не знали? Это для вас секрет? Тайна? Это я вас провоцировала. Да, такая, знаете, такая женская-женская любовь. Тебя бьют по голове, а ты говоришь, нет, это неправда, это случайно произошло. Тебя бьют второй раз, а ты думаешь, неправда-неправда, любовь есть-есть. И она вот, она совсем рядом. Вот это такое очень женское свойство. История сродни «Ночам Кабирии». Помните такой фильм с прекрасной Джульетой Мазиной? Вот это такая русская история «Ночей Кабирии». Вот. Мне очень интересно работать там, потому что там потрясающие партнеры. Толя Хропов, Эдик Флеров, Саша Усердин, Дима Мухаммадьев, прекрасная Аня Галинова. Вот все ребята замечательные. И мы как-то так в одном дыхании, мы достаточно быстро работали, слаженно очень. И, в принципе, без таких тупиковых моментов. А спектакль должен быстро репетироваться и выпускаться? Я не думаю, каждый спектакль имеет свою особенность. И для вас это не принципиально? Нет, я не люблю, то есть не то, что не люблю, у меня такого никогда в жизни не было, репетировать три года. Мне кажется, что это немножко нарочито. И уже весь азарт, все желание, все горение материала может, ну, закопаться куда-то вглубь, что иногда очень вредно. С другой стороны, я не люблю, и тоже я поняла это в связи с практикой, выпускать там спектакль за 18-20 репетиционных точек, это тоже, это очень поверхностно. И ты догоняешь то, что не сумел сделать в репетициях гораздо позднее, позже. Да, и это очень тяжело, и это не мое. Я это поняла, и больше никогда на это не пойду. Однако такой ритм заставляет тебя собраться. А для русского актера это очень важно, потому что, если нет какой-то подстегивающей ситуации, ты можешь расслабляться. И расплываться? Расплываться вряд ли, но гораздо медленнее делать то, что можно было бы сделать, вот как, скажем, там, за 20 репетиционных точек. Но, по-моему, мне кажется, в парикмахерше это было возможно еще и потому, что он все-таки такой моно, монолог в картинках. То есть все равно очень многое зависело от меня. Вот, и ребята мне очень помогали. То есть можно было локально репетировать, скажем, материал позволял. Драматург не обижался, если вы говорите, вот этот текст не ложится мне, я хочу... Нет, там все ложится абсолютно. Мы какие-то добавили, какие-то вещи, которые уже рождались просто из текста, из импровизационной ситуации, там, очень здорово, когда, он говорит, вот, а я сколько ни писала в газеты, никогда не могла найти, значит, хорошего человека. Все попадались какие-то там ольгафрены пятой степени. И Толя говорит, ничего, Таня, найдем мы вам хорошего человека-мужика. Вот, человека-мужика в связи с Человеком-пауком звучит, по-моему, очень хорошо. В определении человека-мужика. Вот, ну, какие-то вещи рождались. Сергей приехал, посмотрел премьеру и сказал, что все было по тексту, и никаких изъянов он не увидел. Был очень доволен. Значит, приехал Сергей Медведев, аплодировал громче и... Ну, громче, я бы так не сказала. Нет, он вообще очень степенный человек, очень неспешный. Поэтому громче и какие-то восторги были очень спокойные. Но он спел песню нам потрясающую. Вдруг вот такие эмоции его захлестнули, и он спел нам песню. Вообще, театр практики, он нацелен на драматургию. И это принципиально подчеркивается Эдиком Баяковым, потому что он говорит о том, что это главенствующее в этом театре. И поэтому, в принципе, на премьере пьется и говорятся тосты о драматурге. А уж об актерах и о том, что получилось... Это инструмент. Это как бы инструмент. Вот это именно так в практике. Сначала было странно, но потом привыкла. Вот нас сейчас кто-нибудь, может быть, послушает и скажет, а почему нет вообще вопросов о кинематографе? Я ловлю себя на этой мысль. Задайте. Хочу сделать, конечно, комплименты. Здесь присоединятся ко мне уже миллионы зрителей. Это и дети Арбата и прочее, прочее. Чуть не сказал дети Эшпая, но это шутка. Так, мы шутили, да. Да. Вы шутили, а нет сейчас повода продолжать present continuous, точнее, да? Да можно, да. Ну, то есть у нас действительно такая команда была. Но вот последний его проект, там мы разошлись, как бы так... Ну, даже не очень хочу об этом говорить, потому что там какая-то была организационная ситуация. А в принципе мы три проекта подряд работали одной командой. И вот мы ждем монтажа фильма «События» по Набокову, где мы тоже встретились практически всеми детьми Арбата. Вот. Со Эшпаем работать прекрасно. Поэтому все дети Эшпая хотят с ним работать еще и еще. Конечно, доктор Живага. Это такая уж... Даже не знаю, кто какие оценки дает от полной подлости по отношению к... Шурочка, по-моему, да? Да. Шлезингер, да? Да, Шурочка Шлезингер была такая у меня. И тут, наверное, нужно поклониться Арабову, потому что я помню по первоисточнику там поменьше, конечно, появляется этот персонаж. А у Прошкина она цветет пышным цветом. Да, у Прошкина в сценарии были соединены несколько линий. Но, мне кажется, очень закономерно. И, в общем, выросла такая история судьбы. То есть судьба прослеживалась у этой героини, что всегда интересно играть. А в вашем случае, может быть, это и закономерно, режиссеры видят на такую яркую, смотрят на такую яркую индивидуальность, и им хочется, как в случае, как она шутила про саму себя, руина зеленая, расширить границы роли. Это было в подкидыше у нее. И кто-то, может быть, даже вы сами проводили параллели как раз вот между этой скороговоркой 300 выстрелов в секунду, понимаете, и вами. Хотя в жизни этого особенно нет. Это не заметишь. Но я думаю, что есть обстоятельства, при которых вы можете не только театральные или кемографические, а жизненные, когда вы можете скорострельность свою продемонстрировать. Нет, вообще я, в принципе, скорострельная. Это и сегодня еще утро, поэтому я так не очень, так скажем, как бы так, скорострельная. Но, в принципе, я быстроговорящая. Поэтому, может быть, это мне очень удобно. У меня сейчас нет паники в том, и паники, и переживаний в том, что мне предлагают, скажем, однотипные роли. Такого нет. Вот последние роли и в театре, и в кино, они вдруг пошли совсем в другую сторону. Вышел фильм «Голубка», который мы снимали на острове Свияжск. Это потрясающая история художника Гены Архиреева и его жены Светланы Колиной. То есть такая документальная практически история. Это такая лирическая история, в то же время с юмором, с какими-то тоже парадоксами, то, что я люблю. И этот фильм уже так вот удостоен вниманием критиков, там, фестивалей, что приятно. Это означает, так работа не прошла совсем даром, значит, ну вот что-то их зацепило. Они видят, поскольку никаких продюсеров за нами не стоит, никого за нами нет. И если эти фильмы попадают в фестивали, то это только потому, что, значит, что-то случилось, ну как бы произошло там. Вот. Даже парикмахерша, это тоже совсем не про меня. Таких историй у меня никогда не было. Вот. Вот сейчас мы снимаем... Ну, Константин Павлович Худяков вспоминается на Верхней Масловке, где... Ну, там тоже очень остро. Это совсем там, как бы, клирики такой... Да там очень остро. Там совсем другая история. Она говорит «мало, но весомо». Вот. Вот. И там... Внешность вам там опять... Внешность мне мотали жиры, да, такими скрученными шкутами, чтобы кофта лежала, так скажем, валиками. Вот. Я своей реминсценцией сбил вас с мысли. Вы говорили о какой-то будущей работе, которую мы еще не видели. Да, сейчас снимается полный метр «Зона турбулентности». Режиссер Евгения Тердатова. Она сама написала сценарий. Вот. И это тоже роль такая совсем не свойственная мне. Такие, можно сказать, три ипостаси женщины. Она молоденькая, старшая. И как бы она в возрасте, когда она находит там сына своего сына, и таким образом семья обретает так полный смысл. То есть семья звучит как семья. Ну, вот такой фильм. Тоже не очень свойственная мне роль. Совсем не эксцентричная, как Шура. Или, как скажем, сыщик Путилина, Варвара Путилина. Это Газаров, да, по-моему, снимается? Вот это Газаров снимал, да. И где как раз вот 333 слова в секунду. Там вот, да, похоже на Арина Зеленая. Я очень благодарен, что вы пришли, несмотря на недосып. Нет, нет, ничего. Наоборот, хорошо. Ногу спею. Хорошо. И опять же, я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа не была для вас холодным душем. Не-не-не, все хорошо. Ну и слава богу, и замечательно. Значит, тогда с разогретым творческим настроением снова в бой, нам на радость. Спасибо большое. Инга Оболдина сегодня была в главной роли на телеканале «Культура». Да. Ну, счастливо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!